вот александр дохненко вот интересная такое такие вопросы петрович скажите по своему опыту деньги машины дают счастье третью машину вы собираетесь покупать вот этот вопрос меня как бы сказать затронул я на него ответил я значит ответил это на ностальджи потому что я ехал от лимонада купил значит сколько там сейчас уже три бутылки лимонада покупать три по полтора и практически за два дня то еще и раньше я выпиваю но там еще сын подключается помогает вот и как раз объездная дорога идет через шестую линию где я родился вырос и так далее естественно воспоминания в первые семь лет жизни до школы кстати я в садик не ходил как такие годы ну допустим с трех лет лучше всего где-то я начал сознавать то есть это 4 года это вот такие годы и когда ты ничем не обремененный вот смотришь на мир такими глазками и все у тебя как-то хорошо и так далее ну начнем значит деньги машины дают счастье счастье тут немножко надо по классификацию вот я для себя просто провести то есть речь идет о том что дает как бы сказать ощущение там ну такого радости восторга в некоторой степени удовлетворение будет но вот счастье как я понимаю это все таки не кратковременное такое состояние а можно сказать такое удовлетворение каким-то своим отрезком довольно таки большим жизни и удовлетворение это оно наступает или возникает не от того что у тебя имеется там допустим деньги ты заработал там что-то там прям ну то есть не столько не от материальных благ а вот именно того что жизнь как-то сложилась вот то что ты вообще понимаете живешь более менее здоров успешен и даже вот не это это трудно передать а вот просто-напросто когда я чувствую себя что я вот живу вот просто ощущение вот это вот вот этой жизни вот это вот какое-то и иное переживание такое которая такая знаете тихая радость которую я воспринимаю как счастье вот когда а от всего потому что как только начинаешь за дом за деньги за машины это ощущение исчезает вот просто ты вот один с мирозданием один с мирозданием и понимаешь что вот это вот мироздание оно к тебе относится оно относится к тебе с какой-то заботой с любую потому что она дала тебе жизнь тело и возможности которые можно грубо говоря профукать которые можно что-то там такое сделать вот 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 я вот так вот счастье оцениваю и плюс еще оборачиваясь будем говорить как бы сказать назад а как вот ты сложил свою жизнь это уже было ведь уже не подведение итогов но будет оценка какого-то продолжительного периода времени в которой как бы тебе показывает вот что что получилось что ты умудрился сделать с той жизненной энергией которая подарила тебе вселенная будем говорить так вот и вот это вот ты думаешь а вот и для себя сделал и вроде как для людей сделал вот и полезное для созидательно ты сделал для по крупному возьмем не только для земли но и для вселенной вот так и оцениваю будут части есть еще благодать а вот благодать это совершенно иная радость у меня несколько раз случалось что я переживал это явление и вот хочу сказать первый раз когда я великолепнейшим образом ощутил вот эту вот энергию благодати которая чистя про проходит это было следующим образом 90-е годы где-то как раз середина 90-х годов я на ростовском рынке книги мои продаются тут у меня машина машина до эспера короче денежки есть все там такое облачен своих не было ну короче я хожу по рядом базара как раз на соборной площади вот иду а там продаются яблоки и стоит старушка она стоит и смотрит на эти яблоки я понимаю что она их не может купить нету денег до чего довела нас вот я подхожу становлюсь рядом с ней выбираю самое большое яблоко самое красивое яблоко вот рядом с ней вот вот да а покупаю его она естественно смотрит как это все тут происходит рядом с ней и так быстро поворачиваюсь и говорю а это вам и вот тут знаете произошло это старушка она не ожидала что вот так вот будет и что-то вот у нее сознание грубо говоря перевернулось случилось что это отобразилась в моем сознании такой радостью вот вот эта благодать это нечто радостное пронзило тебе от макушки до кончиков пальцев и вы знаете вот тогда я первый раз как бы подумал так не года себе вот действительно там не надо чего-то такого делать просто одно яблоко может вызвать для вас такой эффект вот это вот была благодать конечно подобное но послабее я испытал когда впервые пошел по канавке в дерево вот только я вступил как раз они говорят благодать таком раз пошел и такое примерно такого было но послабее то есть вот такие вот ощущения были то есть благодать значит счастье переживания но грубо говоря экстаз я не буду говорить или там оргазм это тоже свои ощущения дает ну со своей практике хочу сказать чем чище ваш организм тем вот эти вот а уж если коснемся половых ощущений да чем они ярче и острее это я испытал сам так что еще там сказать а третью машину не собираетесь покупать я как раз как раз тут написал вы можете почитать мой ответ чем больше я заметил различных вещей тем больше внимания они к себе требуют я вам показывал сколько у меня компьютеров раз два три четыре пять шесть это только за моим столом понимаете а я работаю раз два и обчелся остальное вот лежит так сказать вот купленное раньше устаревшие или еще что-то я такой как-то вот несколько привязываясь к вещам понимаете все это надо вот как-то обслуживать они стоят не заряженные там разряжается потом их надо заряжать то же самое с машинами я помню что-то у меня было раз моей жизни три машины по-моему я поймал себя на мысли что я только и занимаешься что делают то то одна машина то другая машина тут эти да что такое понимаете это как-то это ну будет его лично меня это напрягает все все эти вещи мне интересно заниматься чем-то таким типа томаса мерлина вот это но по стоку по скоку там вот поэтому поэтому никакую третью машину и покупать не буду если и буду даже покупать обязательно куда-то дену вторую машину как и было в этот раз две машины были нормальные машины но можно было значит джип gx 470 2004 года заменить вот на более лучшую и я об этом думал я этого как бы сказать хотел и и вы знаете вы знаете как бы еще лучше вот сказать вот ощущение радости радости у меня покупки покупки особо не вызывает а вот когда я другим покупал я сюда на столе ложи каменска забрал ну допустим той же дочки вот она там радовалась довольная как то вот вот это вот и свалилась там телефончик и так далее вот то что ты захотел и потом получил она как-то не вызывает у меня удовлетворение вызывает как бы сказать вот что-то такое типа ты проделал и закономерно это получил но допустим вот я хотел быть мастером спорта я начал заниматься нет где-то было там 17 18 лет вот и очень хотелось и чувствую ну вроде как я выполню этого мастера спорта хотя там еще сами знаете одно дело ощущать и другое дело выполнять это разные вещи вот вот тогда вот хотелось чтобы этот значочек у меня был вот вот и не получалось и вот когда я выполнил его а выполнил я его в 74 году в декабре и причем я возможно рассказывал там вопрос стоял о том буду ли я заниматься или не буду потому что мы сделали аппендицит в августе и дело шло к тому что меня отправят в часть как человека который нужен не не способен поднимать тяжести вот мне пришлось доказать в относительно тяжелых условиях когда команда шла заниматься меня направляли на работы а потом уже отработал я приходил спортзал вечером на как бы сказать и тягал 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 вот то что я выполнил радости не вызвало просто было какое-то удовлетворение тем что я проделал то же самое с машиной вот вроде год последняя машина покупка вот назад ну вот gx заменили на lx 570 король умер да здравствует король она хотелось мечталась где-то думал соберу где-то думал вот как раз у меня целебная кулинария какой-нибудь канал возьмет и будет на эту машину но не получалось все вообще каналы от меня отвернулись я правда то что от них отвернулся я как-то это телевидение перестал переваривать и практически если начинают меня досаждать я просто блокирую их не телефон и сейчас относительно спокойно редко ко мне кто может дозвонить ну вот и тут просто-напросто была куплена в свое время когда я еще работал квартира квартира это продалась в ростове и как бы сказать вот вот эти вот деньги я решил какую-то часть из них большую часть причем направить на машину я вообще-то думал более более скромную так сказать вот эту же машину могу купить там десятого года за более скромные и не так за 2 миллиона за 2 500 ну так вот получилось получилось как бы сказать оттуда посчитали что и 3 600 будет нормально и плюс если взять кресло я переставил новые с массажем с эта машина валилась в 4 миллиона конечно как бы я тоже знаете не покупал такие дела вернее я не делал такие большие покупки и вот к этому верни к машину вот долгое время я относился знаете так вот ну как какой-то дорогой вещи за которой надо следить вот и вот это вот напряжение напряжение оно как бы не дало ощущение какой-то радости счастья и так далее просто я для себя вот считаю что если есть такие машины и кто-то на них ездит чем они лучше меня чем они лучше меня вот так же я считал когда поднимал штангу чем они лучше почему они сильнее что они там едят больше я буду больше есть а что они там допустим тренируются больше да я буду тренироваться что ли там а едят различную там восстанавливающие препараты я буду есть и пожалуйста вот вот так вот как то просто это знаете вот вот я сижу перед вами вы меня видите такой простой человек в майке лысый там вот чтоб какая-то значимость была значимость была вот когда тебя видишь что ты такой машине подходишь совершенно по-иному меняется восприятие тебя а то так бы так и называли там по-глупому то есть все пятое десятое вот то есть я даже взял ее и опять-таки вот чувство того что твои мечтания вы какие-то труды воплотились но вот 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 какой-то радость или еще чего-то понимаете я как бы не не испытал я вообще как-то я от вещей не испытывал радости просто какое-то удовлетворение и вещь нужна для того чтобы ты дальше работал счастье радость а тем более благодать это совершенно иные явления которые не связаны с деньгами с машинами там с домами это просто материальное благо как я там написал это ощущение стабильности для того чтобы ты дальше мог что-то делать и вот у меня две камеры я сейчас пишу две камеры там стоит три камеры которые уже устарели нафиг охренеть просто я вот использую еще вот такие вот две камеры очень ими доволен hd пишет приближает и так далее ну вот вот короче вот так ответил на